Татарский язык Население России составляют женщины Ни для кого не секрет, что Одним из излюбленных Занятий прекрасного пола является Шоппинг Да и современные мужчины Не прочь приодеться Вот мы и отправимся туда В нашем пятом выпуске программы Такой татарский русский Правда, шоппинг будет Средневековый Халат С татарского халат Широкая одежда восточного покроя Крестьянский кафтан без перехвата Зипун, армяк Русский и советский лингвист Дмитрий Николаевич Ушаков считает Что халат Исторически восходит к арабскому слову Хилат, почетное платье Которым восточные монархи Награждали своих подданных Обычай усвоен многими Тюркскими феодалами В тюркской практике слово произносилось Халат И было передано в русский язык Пишет Николай Константинович Дмитриев Советский лингвист-тюрколог Русский и немецкий лингвист Лексикограф Макс Юлиус Фридрих Фасмер И российский ученый-лингвист Василий Васильевич Радлов Подтверждают данную этимологию Сегодня халат Это и домашняя И рабочая длиннополая одежда Запахивающаяся Или застегивающаяся Сверху донизу Чапан Определение этого слова В словарях Немного варьируется Это и крестьянский верхний кафтан И традиционная мужская Распашная одежда У народов Средней Азии А в нашей местности Чапан чаще встречается В гардеробе религиозных деятелей Дмитриев приводит слово чапан То есть в той форме В какой оно обычно дается В словарях русского языка Однако замечает Правильнее чапан Бухарский халат Усвоенный вместе с названием И татарами Традиционный цвет Татарского чапана Зеленый Штаны В разговорном русском То же, что и брюки Русский и немецкий лингвист Макс Фасмер Определяет слово Как заимствование Из тюркского Древнетюркская Иштон Из ичтон Подштанники И ссылается на российского Востоковеда-тюрколога Платона Михайловича Миллиаранского Василий Васильевич Радлов Также пишет Что иштан Происходит с Копчакского Ичтон Ич Внутренний Исподний И тон Одежда В узбекском языке Слово Иштон Переводится как Первое Штаны Второе Кальсоны В киргизском Иштан Дамбал Значение штаны В татарском Это же слово Произносится как Штан И Штан Штан Является элементом Древней Нательной одежды Татар И именно От предков Татар В Европу Пошла мода На штаны Знали? Шаровары Широкие штаны Особого покроя Обычно Заправляемые В сапоги Ушаков Считает это слово Заимствованным С персидского Шалвар А Дмитриев Сопоставляет С тюркскими языками Турецкое Шалвар Туркменское Чулбар Татарское Шалбар Казахское И ногайское Шалбар И подчеркивает Что из татарско-ногайской Формы Путем известной Диссимиляции Образовалась Русская Шаровары Первоначальная Жиформа Более близкая К персидскому Прототипу Всех этих слов Сохранилась У турок И дала Русская Книжная Шальвар Кафтан Старинная Долгополая Верхняя Мужская одежда Обычно Шитая Из сукна Иван Иванович Агиенко Считает Кафтан Заимствованным От татар В период С тринадцатого По пятнадцатые Века После падения Киева Это же соображение Высказывает И Владимир Иванович Даль По мнению Армения Вамбери И русского Филолога-классика Федора Евгеньевича Корша Можно указать И на Кавказское И алтайское Происхождение Из каба Или капа Означающее Мешок И тон То есть Одежда Платье Как и штан Штаны Из ич Внутренность И того же тон Николай Константинович Дмитриев Ай-эй-эй Дэвамын кетігіз Ас-саламу Аликум До свидания!